Здравствуйте, меня зовут Андрей Дреер, это коммунальный патруль на телеканале Толк и в этом выпуске. Бери не хочу. Людей до сих пор не расселили по программе аварийного жилья, хотя их дом уже разбирают на дрова. Это вам не погреб. Как должны содержать подвал многоквартирного дома обслуживающей организации? А в начале выпуска мы напоминаем на интернет портале Толк работает интерактивная карта коммунальных проблем города. Вы можете отправить нам заявку и ваш сигнал появится на этой карте. Заходите на сайт толкnews.ru на вкладку телевидения и нажимайте на значок рассказать о проблеме. Можно следить за статусом вашей геометки. Она будет менять цвет с красного, обозначающего сигнал коммунального бедствия, на желтый, когда коммунальный патруль принял в разработку эту тему, и до зеленого, если соответствующие службы эти проблемы решили, или черного, когда ситуация не изменилась. А по адресу улица Водников, дом 50, ситуация не меняется уже очень давно. Так давно, что дом, признанный аварийным, окончательно пришел в негодность. Жильцы разъехались, а здание уже начали разбирать на дрова. При этом квартиры по программе переселения из аварийного жилья собственники и арендаторы до сих пор не получили. Мы побывали на месте проблемы и увидели, как в 2019 году может выглядеть место прописки столицы региона. Это дом на 8 квартир по адресу улица Водников, 50. Люди, которым когда-то посчастливилось получить здесь прописку, приглашают нас в гости. Вот здесь находится моя квартира, собственно говоря. У нас была ответственная экспертиза, где она показала, что у нас изнашиваемость нашего дома 80% уже была в 2010 году. Я отсюда уехала, потому что у меня на тот момент было двое детей. Жить уже здесь было просто страшно. И я снимала за свой счет квартиру в городе, и мы там проживали. По словам Дины, в 2013 году она начала писать обращения в инстанции. Тогда же государственная комиссия провела экспертизу и дом внесли в список аварийных. У заключения межведомственной комиссии по результатам обследования помещений признать многоквартирный дом по адресу Водников, 50, аварийным и подлежащим сносу. Последней каплей стал Паводок 2014 года. Уверяют, что в квартирах уровень воды тогда достигал почти полутора метров. Это и сегодня видно по следам на стенах. Большинству домов зато не дали квартиру. Мы остались как бы вот не при делах. И только в 2014 году мы смогли снять квартиру за счет города. То есть нам город оплачивал, мы снимали эту квартиру. Но не все жители этого дома смогли снять жилье на правах социального найма. Это, например, постель не бездомного, а собственника квартиры по адресу улица Водников, 50. Оформить документы на аренду жилья за счет государства он, как уверяют соседи, не смог по состоянию здоровья. Поэтому и не стал отсюда уходить. И то есть он вот здесь на комарах две недели жил, пока мы не вызвали, по-моему, линию жизни называется фонд у нас, благотворительный. И его пока на месяц взяли, чтобы родственники как бы смогли оформить ему жилье. Называется в аварийном фонде где-то. Ну, типа там комнатки снять или что-то еще. Дать не комнатки, а квартиры и не в аренду, а в собственность администрация города планировала уже в 15-м году. Тогда же планировали снести старое строение. Но работы тогда так и не начались. Жители попросили хотя бы законсервировать дом. В 18-м году в мае месяце мы ездили в свой ЖКХ и просили, чтобы наш дом сохранили, забили окна, забили двери. Ну, то есть, чтобы дом не растаскивал самародерами и так далее и тому подобное. Наше письмо принято. Поставлена подпись, что принято. Но ничего не предпринято. Дом не сохранили и за работу принялись местные жители. Взломали двери и начали выносить оставшуюся мебель. Здесь стоял шифонер, у нас оставался рядом, стоял сервант. Посетители явно чувствовали себя как дома. Срезали трубы и радиаторы, забрали железные печи. От них остались только разрушенные кирпичные трубы. Сняли электропроводку, оконные рамы и даже начали пилить дом на дрова. Вот, видны свежие спилы. Мародеры от мала до велика до сих пор разбирают оставшиеся от дома и не стесняются хозяев. Я еще приходила, гоняла, говорю, что вы тут делаете, какая вам разница. Я говорю, ну вообще-то, у меня здесь я живу. И прописка у меня здесь. Прописка здесь и у Ольги Савченко. Она провожает нас в свою квартиру. Опасно, конечно, но пол на втором этаже оказался крепче. В доме Ольга жила с 88-го года. Говорит, раньше проблем с выдачей квартир жителям аварийного жилья в Затоне не возникало. Ну, это постоянно так сносится и дают. Вот мы одни таки остались, что не дают квартиру. То есть ваш дом последний? Да, да, да. Нет, ну тоже подснос много домов, но наш, вот видите, в каком состоянии. Не дают ждать. А тем более сказали, что вообще в последнюю очередь. Потому что мы живем, вроде бы как, вот администрация нам предоставила квартиру. Предоставила квартиры по договору социального найма. Дина уверяет, это крайне неудобно. Приходится часто съезжать и менять место аренды. Но весной отказали и в этой роскоши. В 2019 году, в апреле месяце, мне отказали в договоре социального найма. То есть я, по идее, должна была вернуться в свою квартиру, в аварийное жилье. Вернуться я сюда не смогла, потому что уже она была практически в таком состоянии. Более того, чиновники администрации предложили Дине добровольно вернуть более 660 тысяч рублей, выделенных на аренду жилья за все предыдущие 5 лет. В случае отказа деньги вернут через суд. Причина – в собственности нашли частный дом, который достался по наследству. Нам стало интересно, если собственность уже была, то почему чиновники нашли ее только спустя 5 лет? А если появилась недавно, то почему следует возвращать деньги за аренду жилья, начиная аж с 2014 года? Эти вопросы мы задали независимому юристу. Мы все считаем, что наследство приходит в момент, когда в Росреестре появилось сведение. Но это не так. Наследство появляется в момент смерти наследодателя. То есть потому что у нас не предполагается, что объект недвижимости в какое-то время может остаться безхозяйственным. В данном случае юрист предположил, что администрация заставила арендаторов вернуть деньги за предыдущие годы социального найма жилья, потому что люди не успели подать документы о том, что в собственности появилась жилплощадь. Ведь если вы арендовали жилье по договору социального найма, у вас в собственности не должно быть недвижимости. Как только она появляется, об этом нужно сообщить. Как в случае с наследством или с бывшим мужем Дины. У него в собственности нашли одну шестнадцатую часть жилого дома. В администрациях объясняют, что вы можете получать исключительно, если у вас нет другого жилья. То есть если человек говорит, что да, у меня нету, осознанно идет, но при этом знает, что у него есть, я понимаю, что некоторые говорят, что у меня там какая-то одна непонятная сотая, там еще какая-то, да, то есть там даже жить невозможно. Но, уважаемый, в данном случае вот, к сожалению, наш законодатель не указывает, какая у тебя собственность в долевом отношении, да, и где она находится. Но вчера уже после интервью с юристом мы узнали, что в администрации города должны снять все претензии к Дине. Уверяют, что требование возврата более шестисот тысяч рублей было предъявлено по ошибке. Правда, успокоили чиновники пока только на словах. Расселить по квартирам арендаторов и собственников пообещали уже в самое ближайшее время. Будет ли это сделано и какое время для чиновников ближайшее, мы еще узнаем, потому что будем следить за судьбой дома наводников 50. А вот что происходит с вашим домом? Наш следующий эксперт уверен, что за ним тоже стоит следить, и особенно пристально, как ни странно, за состоянием подвала. Как обслуживающие организации должны содержать подвальные помещения многоквартирного дома? Попытаемся объяснить на одном примере. Устройство может быть разным, и вот эти вот клетки для содержания личного имущества, там где-то бывает подвала, где-то нет. Но то, что они не приходны, в неприятном состоянии все находится, ну, допустим, освещение, оно, конечно, не соответствует требованиям, оно небезопасно, и провода не закреплены, и на скрутках на каких-то висят. Трубы должны быть, конечно, и заизолированы. И не болтаться вот так вот, то есть безопасность здесь нарушена. Мусор не должен вот так вот валяться мешками, загромождать проходы подвальные. Ну, и температура в подвале, еще раз напоминаю, должна быть плюс 5 градусов, чтобы жители, значит, первых этажей могли получать, ну, жить в теплых квартирах. Швы между плитами подвальной тоже должны быть заделаны. Герметичным должен быть подвал. В любом случае здесь требуется вмешательство обслуживающей организации и работы выполнять по обслуживанию подвалов. А если вашему дому обслуживающие организации уделяют недостаточно внимания, если он в аварийном состоянии, а официальные инстанции не реагируют, обращайтесь к нам, и мы попытаемся вам помочь. Это был Коммунальный патруль. До встречи в следующий вторник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok